Добрый день, уважаемые коллеги! Прошло всех занятий. Разрешите мне объявить заседание Общего комитета по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде открытым. Уважаемые коллеги, вы имели возможность ознакомиться с предполагаемой программой заседания. Я предлагаю ее принять. Имеются уходы по возражениям. Возражений нет, программа принята. Я благодарю вас за это. Уважаемые коллеги, в вопросах определены докладчики, докладчики готовых к присутствию. У нас имеется большинство. Это открытое обсуждение состояния в финансо-экономической сфере, в районе ОБСЕ. Поэтому я внушу всех заинтересованных лиц, заблаговременно за аппетицией на выступление. Как председатель Общего комитета по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде, я рад приветствовать всех вас на этом заседании. Традиционно на зимней сессии в Парламентской сфере ОБСЕ в актере трех основных комитетов представляют членов комитета свои соображения и иногда даже тезисы докладов по основной тематике для принятия соответствующих резолюций Парламентской сфере ОБСЕ на последующей ежегодной сессии. Я напомню, что в 2010 году в ОСЛО мы приняли резолюцию, касающуюся народа, преступности, коррупции, верховенства, права, и второй комитет в этой сфере сделал довольно большие усилия. И по мнению моих идеалов, этот документ является четким олимпиром для национальных комитетов в сфере борьбы с коррупцией во всех их проявлениях, а также в транснациональных преступлениях. В конце 2010 года состоялся саммит в ОСЛО в Столице Казахстана, городе Остане. Принятый документ, Останинская Декларация, продемонстрировал все сложности нынешнего процесса определения безопасности и стабильности в регионе ОБСЕ. Делизованно, что основным вопросом для рассмотрения нашей ассамблеи на сессии в Белграде в 2012 году был избран следующее – повышение эффективности ОБСЕ по итогам саммита Росстанинской Декларации. Должен сказать, что наш комитет, придерживаясь рамок своей компетенции, рассмотрел вопросы энергетической безопасности, вопросы окружающей среды, эвакционные проблемы, безопасности киберпространства, а также вопросы науки и передовых технологий. По итогам был принят главный документ «Белградская резолюция». Я хочу напомнить вам, что в одном из пунктов этой резолюции открытое прямо на сказанной, процитировано, что оперативные правительства в ответ на чрезвычайные события, какими являются мировой финансовый кризис, среди природного соединения бедствия, ослабляют эффективность парламентского надзора, и что даже в быстро изменяющихся ситуациях, в принципе, представительства, участия и транспарентности в работе исполнительных органов, должны эффективно соблюдаться во всех многосторонних процессах, и что это требует дополнительных усилий национальных парламентов. Это возлагает на нас, членов 2-го комитета, определенную ответственность за имплитацию решений и резолюции парламентской ассамблеи ОБСЕ, национальные законы, и это уместно сделано. В итоге выполнения Белградской резолюции было поручено провести заместительного председателя нашего комитета, господина Горгушутхайеру из Канады. Наш козьегор, к сожалению, не смог присутствовать на нынешней зимней сессии, но его письменный отчет подготовил. Распространен, и каждый из вас может с ним ознакомиться. Не буду передать вас, уважаемые коллеги, кто насколько важна для раскрытия необъятной тематики и нынешних проблем в нашей коллективной работе. Сегодня не только кто, а в нашем подробности избран очень опытный парламентарий, известный политический деятель, полевой. И я думаю, что он с этим согласится, что не только не был тверд, но и все члены нашего комитета должны определить перечень вопросов будущего оплата. Точнее, выделить те из них, которые являются наиболее важными и, возможно, даже попытаться предугадать будущее событие в нынешнем, пристроизменяющемся мире. Поэтому я приглашаю всех вас по работе, на структуре, так правда, проекта, реализуция общего комитета по экономическому вопросу, технологии и окружающей следы. Каждый из вас, и правда, именно этот комитет не случайно и является, конечно, экспертом в этой сфере. Как известно, за прошедший год, за время нашей предыдущей встречи, состоялась много значимых событий в европейских странах, произошли парламенты, проведены парламентские выборы, начиная с страны Азии, России, страны Европейского Союза. И это означает, что состав второго комитета пополнился новыми парламентариями. И я хотел бы по своему и от вашего имени поприветствовать в новых избранных парламентариях и предложить им активно включиться в работу общего комитета по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей следы. А сейчас мы переходим к обозрительному поездка дня, где я большим удовлетворением хочу поставить слово докладчику второго комитета, господину Толю Войну, который расскажет нам о идеях и намерениях подзывания своего доклада на 21-й ежегодной сессии в Монако, которая пройдет в июле 2012 года. Прошу также всех, кто хотел бы выступить, сообщить свои имена персоналу комитета. И я напоминаю, рекламент, он у нас либеральный, выступление не должно превышать в основном, и на 8-й ежегодной сессии, с тем, что можно праздновать, и я бы explicitlyczę в том, что вы, по-другому, Продолжение следует... 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 Oui, tout à fait. Aucun problème, M. le Président. Je veux rappeler, après avoir remercié notre rapporteur de l'excellente présentation qu'il vient de vous faire, qu'il serait sans doute souhaitable ajouter une dimension concernant l'environnement et la sécurité, et notamment en ce qui concerne le problème de la gestion des ressources en eau, et particulièrement en ce qui concerne les pays de la Méditerranée et les pays de l'Asie centrale qui sont particulièrement concernés. Je voudrais rappeler à notre audition, que nous avons la chance d'avoir un forum mondial de l'eau qui se mobilise sur ces sujets-là, et que nous aurons une sixième édition dans quelques semaines à Marseille pour fixer les objectifs du millénaire en 2015, qui sera une étape importante. Je voudrais simplement signaler un exemple qui m'apparaît significatif, qui concerne les bénéfices économiques des investissements organisés en matière d'eau et d'assainissement. Un dollar investi permet d'économiser 9 dollars en productivité du travail et coûte santé, et je salue à cet égard le démarrage du projet de dessalement de l'eau de mer à Gaza, premier projet nationalisé par l'Union pour la Méditerranée, et qui va permettre de fournir de l'eau potable à 1,6 million de Palestiniens. Ce forum doit être le forum des solutions, et il devrait être également un lieu d'accord ambitieux sur trois points, et j'en vais terminer. Le premier, c'est l'accélération de la mise en œuvre des obligations en matière d'un droit de l'homme relative à l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Le second, c'est la cohérence à crues des politiques de l'eau, de l'énergie, de la sécurité alimentaire et leur contribution à l'écologie verte. Et enfin, la meilleure intégration de l'eau dans le cadre institutionnel du développement durable dans l'agenda post-2015. Je souhaite donc que notre rapporteur soit particulièrement attentif aux travaux de ce forum, dans la perspective de son 21e, dans l'améristique de son rapport pour la 20e juge aujourd'hui. M. le Président, M. le Président, M. le Président, merci beaucoup de votre patience et de vous avoir l'entendu. Merci. Merci, M. le Président. M. le Président, merci à Tony pour l'exposé qui vous a été fait. Je pense qu'il est assez exhaustif, effectivement, par rapport aux préoccupations que nous avons sur ces crises financières. Je souhaitais malgré tout insister sur un point particulier qui fait référence à ce que nous avons discuté déjà ce matin. C'est le lien entre cette crise financière et cette crise démocratique. Et c'est ce que Petros nous a dit également ce matin, de voir qu'au nom d'une certaine austérité, les gouvernements et donc les parlements doivent accepter des mesures qui non seulement sont extrêmement dures et non soutenables pour les générations que nous représentons, mais également qui sont souvent inefficaces en matière d'urgence écologique. Et donc, encore une fois, comme le disait le Président ce matin, je pense que nous devons mettre en place des mécanismes qui redonnent confiance à l'État. Car si une crise il y a eu, ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas assez d'État, c'est parce qu'il n'y avait pas assez d'État plutôt que trop d'État. Donc, dans cette réflexion sur le développement économique, en tant que parlementaire, je pense que c'est important, c'est une question développée. Alors, quatre autres points qui semblent importants dans cette relance économique. Le premier point est de pouvoir accélérer les mécanismes de surprenance financière, parce qu'on parle de crise économique qui est le résultat de la crise financière. Si on n'arrive pas à avoir une réflexion productive sur l'accompagnement des systèmes financiers, bien, on risque de reproduire des crises économiques. Le deuxième point, c'est bien entendu l'assainissement des finances publiques, mais en donnant le temps à l'assainissement des finances publiques. Ce que nous voyons aujourd'hui, en fait, est le contre-modèle de ce que nous devons faire, c'est-à-dire qu'on ne donne pas le temps à des populations de pouvoir adapter. Le troisième point, c'est d'avoir des plans de relance, et on l'a dit tout à l'heure, sur la recherche et l'innovation, l'emploi des jeunes et l'environnement. Et enfin, le dernier point, c'est la cohérence dans les différents niveaux de pouvoir. On peut avoir des déclarations au niveau parlementaire qui ne sont pas subies en effet au niveau des exécutifs, où on a des déclarations au niveau national qui ne sont pas subies en effet au niveau international, et donc, du coup, il est important de pouvoir savoir des mécanismes de cohérence de point dans les différents niveaux d'accès. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur. I wanted to just touch on what Attorney Lloyd was speaking about, and I wanted to congratulate him on actually focusing on why I think it's very important. As we all look to austerity to balance our budgets and to get us out of financial problems, we tend to forget that very important piece of balance of growth and, of course, of employment. And as we become more of austere, there is a tendency for our balance to cut back on some of the important things like health care and education. Now, healthy people who work, educated people, work and they gain new skills, and in countries like mine and Canada, we have to compete with a different skill set. We have to look at the knowledge-based economy, and we have to look at how we get into that knowledge-based economy if we're going to be competitive. So looking at human potential is a huge piece, because if people don't get back to work if you have long-term sustainable jobs, then the Treasury loses. There's a cost to the Treasury. The Treasury doesn't have that money. As you say, when people work, they pay taxes. That taxes go back into the Treasury, and it's a kind of that cycle that helps to sustain growth and helps to keep people going. I also wanted to talk about social tensions. I think that we are seeing in countries like ours that there is a social tension now between the very rich who seem to be getting richer and the very poor who seem to be getting poorer. That tension creates a lot of crime, as you say, but a lot of issues in which people look at immigrants and say, well, you know, how come you're working? Because immigrants tend to take any job just as long as they can get a job. They take an old-day job. But that still causes a sense that there's that tension with immigration. And in a country like Canada, where immigration is what feeds us in terms of our labor market, that can be a huge problem. But I wanted to point out something that I don't know if you're finding in some of the countries like yours and ours, is that there is a problem with the middle class. The middle class is shrinking. And we're finding that many young people who were taught that if you went off to university and you got a bachelor's degree and you paid back, the world was your oyster, you would find a job. They're losing their jobs. They won't make enough money. And they're finding that once both in a family work, the man and the woman, if one of them loses their job, they lose their home, they lose their ability to plan for the future. And so there is a loss of that middle class that is a bedrock of a good democratic society that I think we need to look at. So I wanted to talk about something else, and that is about youth. If we don't allow for youth to be able to learn in countries like ours, it is always about post-secondary education. But it doesn't need to be about post-secondary education. It needs to be about skills of a different kind that we are not thinking about when we think about education. And we need to look at that as a really important way of stimulating long-term employment. And finally, for a country like Canada, I think we need to talk about energy. And I would say, I don't know which delegation is here, but I think as we look at energy and how we trade energy and how we export energy, we need to look at Norway because I think they have shown us that it is very possible to have a strong energy sector as well as to have a strong environmental sensitivity. And they have done that very, very well. And I think many of us can take a page from their goal because we look at clean energy and we look at ways in which we can use energy, fossil fuels, in a manner that is not detrimental to the fact. Thank you. Mr. Chairman, thank you. And can I join in the thanks to the brunt of the term for preparing this report and getting us ready for the big discussion in Monaco. Can I give a question to you? One remark is that the whole of the Helsinki process and the interest in the lives of human beings, which was a development from 1991 in the OSCE family, is built basically on the assumption that we all have the same kinds of aspirations, ambitions, we'd like to have the same kinds of lives. And that's true when we look at the father and the children, just as much as anything else. We got one remark from our Canadian colleague. There was in the newspaper in London two days ago, the apparent and surprising fact that over half the children born in London have one parent born outside of the country. And I thought that's interesting. I have six and a half grandchildren, and three and a half of them have one parent who's born outside the country. It's a fairly normal kind of thing in many of our lives we've used. But what we share, I think, is the idea that whatever the ups and downs of the economic cycle at the moment, and austerity, of course, for many of our countries, means having governments not spend extra amounts of money. For some countries, sadly, they're going to cut public spending, but for others, it's trying to stop the growth of public spending so there's sustainable finances for the future. What we can be sure of is that training young people is better than not training. I say in my constituency that if a person takes an apprenticeship, which is in effect trade, vocational, further education, it would probably add between 50 and 100,000 pounds, perhaps, $75,000 to their lifetime's earnings. But in university, in this case, it's probably more than that. This is on average, there's, of course, some examples where it's not the same. So I think we ought to have the expectation which we, in Britain, admire Germany for over the last 50 years, where no parent in Germany would expect their child to end their education without qualification. Getting qualifications matters. The issue of flexibility, I think, also matters. If we look at what our great-grandparents' working lives were, for many in Northwest Europe, I can't speak for outside Atlantic or Eastern Europe, two-thirds of the many companies would be involved in one of the three applications. Agricultural laboring, that's basically disappeared. The transport industry with horses, that's gone. And domestic service, working in somebody else's household, that's gone. But we have a much higher standard of living. That's because we've embraced change, and we ought to go on and be prepared to do that. My last question is to the rapporteur. What is it that members of the delegations should be asked for their government to consider before we come back together again at Monaco? I don't think we should just think it's for us by ourselves, but we are here as members of national assemblies and parliaments. We have governments who are concerned with these issues. Should we be asking them questions, and what should we bring to Monaco to help the discussion? Thank you. 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 не так много. У нас есть то, как мы все реагируем, чтобы нашему Бюрган очень резко, чтобы все Sie müssen uns zukünftig wie wir helfen bei der Energieproduktion. Und wir reichen Länder, in Anführungszeichen, müssen uns auf eine andere Lebenshaltung einstellen. Das ist in der Tat ein ganz großes Rad, das wir da doen. Продолжение следует... 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 ... 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... о популярном поведении в силах, в политике, экономике, общественной, финансовой, или спиратичной. Я думаю, это отличная задача для этого комитета. Спасибо большое. Спасибо. 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 Желаем вам успехов и надеемся на более тесность и выключества 2-го комитета Орлановской ассамблеи ОПСЕ, а также комитета ОПСЕ, проживающих и экономических областях. Спасибо. В этом вечере будем конкурентом в нашем поведении. Но перед этим я извиняюсь и еще хотел бы выяснить поздравить им национальную отраслью просьбу председатель Казахачана, господин Казахстан, господин Казахстан. Господин Казахстан, господин Казахстан, приглашаю вас в присутствие в рационных коллективах по поводу присутствие и поздравиться. Спасибо. Поздравляю вас, благодарю, поважаемые праведники. Поздравляю вас, уважаемые подправочные за всесторонные условия. Современные тенденции развития глобальной мировой экономики диктует необходимость принятых в прошлом веке об обеспечении генетической и экономической безопасности в государстве, членом ГУБСЕ. Моя страна, Азербайджан, имеет покатые месторождения нефтегаза. Сегодня эти энергетические ресурсы успешно восстановляются на антиокурпийские и мировые расстройки. По усилению своей воли и обеспечению энергетической безопасности в других странах, в Азербайджанх принимаются действительными мере похоронами в государстве. В целях обеспечения благополучных государств, наша страна активно включилась в процесс нарушенных и хроничных чистых источных руководителей. Все старые заводы рекомендированы и строятся новые современные предприятия. Выводится действие технопарки, многочисленными заводами, самодернизированные технологии, отвечающие самым современным экологическим требованиям. В целях ограничения выбросов подбековых газов, предприятия по организации охоты. Начинается площадь кисот и зеленых массивов. Начало строительства нового морского завода и суда ремонтного завода. Установлены эмбаклы на импорт старых моделей и губших пользования отходов. К берегам, сожалению, оборудование всех государств членов оборудования и поддерживаются такой политики. На оборудовании и распространяется оборудование в другие регионы мира наркотическое вещество, закапываются токсические отходы, промышленные инвестиции и оборудования оборудование электростанции оборудования загрязняются этими опасными веществами воды реки Аракса и других. Игновенные предложения международных организаций подмянами за годы оккупации уничтожили более 15 тысячи гектаров и 28 видов ловек поуму. Вследствие намеренных поджогов выгодно 65 тысяч гектаров озабожжанской земли, выключая населенную пункту кладбищ исторических объектов. Вызывает тревоги и объяснили крупных потребителей страной не усилят справиться посредством аварии и по политической причине не закрывает ее. Такая политика продолжает экологические положения не только в Армении, но и у Азербайджана и во всех соседних государствах. Последствия достижения политических результатов для многих стран проблемы считаем необходимы вынести на обсуждение на летнем заседании общего комитета об окружающей среде благодарю. об этом об этом об этом Спасибо. 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 Я приглашаю господина Гозас ответить на вопросы, которые приняли решение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok Продолжение следует... 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 Спасибо. Хочу пригласить к выступлению господина Какадзе. Спасибо, господин, представитель и выступающих. Очень соответствительные, интересные предложения. Я хочу поделиться с вами моими соображениями, которые основываются на улице Грузии. Я думаю, что то, что сейчас происходит в Евразии, в мировой экономике, это очень полезно. Я думаю, что первое, этот вопрос, чтобы правительство проводили ответственную на экономическую политику, финансовая и кредитно-денежная политика. Второе, очень важное значение имеют региональные и международные сотрудничества. И в этом отношении мы должны оказаться в той экономике, которая пользуется как инструмент политического давления. К сожалению, это часто видно в отношении государств. И третье, это экономический рост без заморозки и смягчения социальной напряженности. Я думаю, что не прогнозирую, например, в 2012 году 5-процентный рост экономики. У нас будет депутация в районе 6-7%. У нас не влияет государственные долги в отношении валов и внутренних продуктов 35%. И мы думаем, что бы тоже сократить эту разницу. После российского импорта грузийская экономика сменила свои ориентиры и диверсифицировали свою экономику как в отношении экспорта, так и на импорт. В основном это касается энергоносителей. Мы проводим жесткую бюджетную политику в нынешнем году. Наш бюджет стал программным, то есть ориентированным на конечный результат, эффективность. Мы сократили административные расходы, а также военные расходы, но не отказались от государственного финансирования экономики. В основном это касается инфраструктуры, это дороги, это больницы, школы, энергетика. И здесь участвует и частный капитал. И, разумеется, очень важный фактор, это независимый национальный банк от правительства. Внешняя торговля, мы очень важное значение предоставляем отношения с Евросоюзом. Сейчас начинаются переговоры о свободной торговле с Евросоюзом. И намечается такое предложение идет и от Соединенных Штатов Америки. И есть перспектива сотрудничать с этим страном в свободной торговле. Главное, я думаю, это было упрощение процедур. Например, таможенные процедуры, процедуры регистрации фирм, получение лицензии, разрешение на начало бизнеса. В Грузии очень упрощено и о реализации собственности. И, конечно, антикоррупционная политика. Налоговый кодекс. У нас низкие налоговые ставки и количество очень малых налогов. И продолжается в Грузии дискуссия о дальнейшем информировании налогового кодекса. И это касается нормальных бизнесов. У нас есть часть малого бизнеса. И некоторые аспекты, и некоторые секторы экономики вообще освобождены от народа. И социальная сфера. Это очень болезненно. И тоже для Грузии это безработица. И социальные риски это главный визой, я думаю. Только для стран регионов и вообще, даже для Грузии. Мы хотим создать эффективную и справедливую систему защиты социальных рисков и активную политику занятости. Вот эти те вопросы, на которые идут дебаты в нашем парламенте, правительстве и политических уголах Грузии. Большое вам спасибо за внимание. И мы ждем вас в следующем парламенте, на экономических форумах. И там будем более концентрироваться. Будет диалог и разговоры о экономике. И генеральный, и мировой экономике. Большое вам спасибо. Благодарю вас, Калиан. Действительно, область Грузии очень здесь. Мне кажется, что много будет на рекресть на форум экономических парламенте. Я приглашаю к слову господина Султанова из Казахстана. Я не прошу подготовиться к слову господина Алисина из Казахстана. Спасибо, господин председатель. Уважаемые коллеги и друзья. Я считаю, что сегодня по несколько дня нашего комитета сформировано очень удачно. Исключительно актуальные вопросы выдвигались и обсуждаются. И то, что сегодня мы смогли познакомиться с будущими проектами доклада в Монаковой. Это нам позволено в следующем много интересного раскрытия материалов. И в данном случае данное обсуждение является как бы логическим продолжением предыдущих докладов. В этом я хочу поприветствовать докладчику и поздравить за их очень интересной, проспектирующей информацией. Происходящие финансо-экономические процессы в мире и в первую очередь в Евросоюзе, безусловно, оказывают ощутимое воздействие почти на все страны, особенно на экономические половины стран, которые имеют к условию экономической сооруженности с Европейским Союзом. И прежде всего на экспорт или партная составляющая. Хотелось отметить некоторые меры, проводимые Казахстаном, по минимизации последствий проходящих кризисов финансов и экономических систем. Еще в 2007 году президент Казахстана, назовая, упреждая надвигающийся кризис, разработал и предложил специально антикризисную программу. Реализация этой программы нам позволила избежать наиболее острое наступление этого кризиса, его сфиксировать, и Казахстану за эти годы удалось не допустить массовую безработицу. Реализация дорожной карты, которая была составлена в соответствии с этой программой, позволила открыть дополнительно новое 200 тысяч рабочих мест. Уровень безработицы мы смогли сократить до 50%. Мы не допустили сокращения заработной платы во всех сферах, в том числе, естественно, по государственным обладам. Обеспечили ежегодный рост пенсии за все эти годы до 25%. Избежала дефолта финансово-банковская система республики. Внутренний баловый продукт нарушил население возрос с 9 тысяч до 11 тысяч долларов США. Опираясь на достигнутую базу, Казахстан уверенно придерживается курса дальнейшего уровня экономической реформы. Новое послание президента Казахстана на этот год уже обручено в этом году. На ближайшие годы предусматривает социально-экономическую модернизацию как главного вектора развития Казахстана. В этом послании основной упор делается как на сохранение рабочих мест, так и на создание новой рабочих мест. Проводится большая работа, будет прорабатываться разработка конкретной программы по обучению населения к новым специальностям. Независимо от возраста, за счет государства принято государственные форсированные индустриально-инновационные программы. Проводится модернизация старого производства новых, внедряются активно новые технологии, в соответствии с которой до 2017 года будут модернизированы 282 новых производств, включая заводов, фабрики и других предприятий. Разрабатываются новые формы и модели по обеспечению молодых семей доступным жильем. Такая же программа намечается по ограбанному комплексу, закреплению и обеспечению рабочими местами сельской молодежи, обеспечению их занятости, созданию инфраструктуры для их реализации как перспективы, так же и, в общем-то, реализации, внедрения новых технологий в сельском производстве. Будут осуществлены новые программы по подъему экономики регионов. И все это будет направлено на повышение уровня и качества жизни населения. Спасибо за внимание. Спасибо за ваш оптимистический доклад, выступления господина Султанов. Я хочу приезжаться, и главный вопрос, чтобы каждый, кто записался в своем выставке, за свое прежнее мнение, я приглашаю господина Алису и с канаду по выступлению. Прошу подготовиться на грамм Лен. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 в жизни, которые остаются корректы. Я думаю, что это очень важно, и это приводит к третьему моменту. Я уверена, что нужно, чтобы у нас есть политики, но если они не помогают с политикой реланса, они будут suicидать. Они должны быть вместе. Сегодня, в Грессе, если мы не поднимем гаде, то, что мы не можем уйти, мы не можем уйти, но, если мы не можем уйти, чтобы мы не можем, чтобы мы не можем, что сегодня мы будем. Мы также, как политика, мы дешеведимимим и даем мы уйти из импустили, в зависимости от экономики, которые У нас есть политика, не важно, но и финансовый разговор. И я думаю, что ОСЕ у нас в ролях, в этой рефлексе, из-за того, что мы построим базу диалогов, и я надеюсь, что с темише в следующей серии будут разговаривать в других ситуациях, особенно в соответствии с ультферами. Потому что я думаю, что они будут решать. Спасибо. Благодарю вас, конечно, мы согласны с вашим уважением и отрежением. Я прошу господина Астрина Виндоса, для правильности, в виде ваших. Я вас прошу подавиться на лице испанцев. Продолжение следует... ... 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 Продолжение следует... 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 Добро пожаловать на Казахстан. КОНЕЦ 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 Спасибо, спасибо. Наверное, многие запомнят вашу ассоциацию с канаринкой. ГОСПОДИН КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 Детский факт на истязательства и уверенность в том, что мы завершили. Что мы предыдуем, что мы объявляли. Что мы предыдуем, что мы эволюциировали. Обманутся в том, что мы предыдуем. Компьютерность была еще одна важная ценность. Что мы уже сказали, что в 2023, что мы называем, что мы еще делаем в году 2020. Стабильность очень хорошо и выполнял. Хочет сильной лидерсит, сильный кодек, для людей нашей страны. Добавляя нашу структуру, это основная часть нашей страны. Дорогие друзья, как последний раз, Турки будет продолжать сфотографироваться в глобальной экономической и финансовой крисе и восстановить стабильный growth pattern. В результате, как рецепт рецепт, Туркия будет держать место между последствиями экономиками. Спасибо за внимание. Прошу подготовиться господина Хилбода из Швейцарии. Прошу подготовиться господина Хилбода. Прошу подготовиться господина Хилбода. Прошу подготовиться господина Хилбода. Прошу подготовиться господина Хилбода. Как раз в экономической корзине, так опасно выстрелившей сегодня. Мы получаем в ответ какие-то дежурные отговорки. И, может быть, начиная сейчас эту дискуссию, и ту дискуссию, которая нам предстоит в Монако, мы положим начало реальным изменениям в отношении к этому злобу проблем. И начнем уже не дежурно, а по-настоящему заниматься проблемой сбалансированности нашей работы на всех трех измерениях. И признаем, что от нашего внимания к второй корзине зависит, по сути дела, безопасность во всех ее измерениях на пространстве ОБСК. И доклад господина Лойда, и выступление коллег дают нам шанс, как мне кажется, сделать это очень серьезно и основательно. Я думаю, что комитет должен высказаться и за очень серьезное сопровождение и надлежащий уровень контроля со стороны национальных парламентов. И одновременно за такой же контроль со стороны парламентских организаций, за действиями как правительств, так и за решениями, которые предлагают нам по выходу из кризиса международной организацией. Спасибо. 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 Продолжение следует... ...la crise financière, mais dans des proportions qui étaient moins grandes que d'autres pays de la zone euro. Nous y avons répondu d'une manière directe et rapide en mettant en place un plan de relance. Ce plan de relance a permis d'injecter des capitaux dans l'économie et a pu être au bénéfice des différentes entreprises de ce pays. C'est poser la question très rapidement d'un deuxième plan de relance qui aurait eu les mêmes vertus. Notre Parlement a estimé qu'il n'était pas nécessaire dans la mesure où il risquait de péjorer les finances de notre État et préférant par là même d'avoir eu un plan de relance à plus long terme, en l'occurrence par le biais de mesures fiscales, mesures fiscales pour les entreprises, puisque celles-ci pourraient en bénéficier dans un plus long terme. Je vous le disais, la Suisse a souffert de la situation en Europe, notamment sur la question de la monnaie. Vous le savez, la Suisse a son franc, son franc suisse, et finalement c'est par le taux de change que les entreprises ont souffert. Notamment les entreprises qui exportaient, qui dépendaient d'une économie exportatrice, et bien ces entreprises ont passablement souffert, ce qui a donné lieu finalement à une décision de la Banque Nationale de fixer un taux de change d'un euro pour un franc-vingt. Mesdames et Messieurs, la Suisse a depuis quelques années un système de freins à l'endettement qui permet au pays finalement de maîtriser son endettement. Ça touche bien évidemment le fonctionnement de l'État, mais ça touche également les investissements. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous devons faire des choix. Lorsqu'il s'agit d'investir dans des projets autoroutiques, dans des projets ferroviaires, pour percer des tunnels, le frein à l'endettement s'applique, ce qui nous permet finalement de maîtriser nos dépenses. Nous les maîtrisons relativement bien, puisque nous avons dans le dernier exercice financier des bénéfices en plusieurs centaines de millions, ce qui est à relever en comparaison avec d'autres États de la zone euro. Nous avons le taux de chômage qui est relativement bas, et c'est précisément parce que nous avons su mettre en place ce système de freins à l'endettement, mais également un certain nombre d'autres éléments qui permettent finalement à la Suisse d'avoir un État fort, ni trop ni trop peu, qui permet à chaque entreprise de pouvoir fonctionner dans un marché économique, mais en fixant un certain nombre de règles. Et lorsque certains tentent de les transgresser, l'État s'impose et fixe les règles. Nous permettrait également d'évoquer deux autres éléments qui ont une conséquence avec la crise européenne. Tout d'abord, la question des flux migratoires. On en a un tout petit peu parlé cet après-midi. Il faut savoir que la Suisse, comme d'autres pays, ont eu des flux migratoires importants qui se décomposent dans deux éléments. Tout d'abord, la conséquence du printemps arabe qui a vu un afflux de personnes en Suisse, précisément parce que la Suisse est une terre d'accueil et se doit d'accueillir des populations lorsque celles-ci connaissent des troubles dans leur pays. Mais également, la responsabilité de la Suisse est de les pousser à retourner dans leur pays lorsqu'une démocratie est établie. Deuxième élément lié aux flux migratoires, ce sont les conséquences économiques puisque bon nombre de personnes viennent en Suisse pour trouver un emploi qu'ils ne trouvent bien souvent pas malgré tout. Et ça pose quelques problèmes, notamment à la population et notamment aussi au monde politique puisque, vous savez, nous avons la possibilité d'avoir des initiatives populaires pour débattre un certain nombre de sujets et nous aurons un débat sur cette question de l'immigration. Troisième élément que je voulais évoquer avec vous, c'est la question du nucléaire. Vous le savez peut-être, la Suisse a décidé, par son gouvernement, mais également par une décision de son Parlement des deux chambres, décidé de sortir du nucléaire dans un horizon 2034. Ça veut dire que très concrètement, nous aurons à mettre en place un certain nombre de projets d'énergie renouvelable, que ce soit des éoliennes, que ce soit de l'hydraulique à travers nos barrages, que ce soit du solaire, mais également pour des projets de géothermie. Notre idée, bien entendu, comme d'autres pays, j'imagine, c'est d'approcher à une indépendance énergétique. Certes, nous n'y arriverons vraisemblablement pas, mais l'idée, c'est à un moment donné de s'y approcher de plus en plus avec, et là c'est important de préciser aussi, des changements de mentalité qu'il faudra avoir parce que je ne suis pas sûr que tout le monde est d'accord d'avoir une éolienne dans son jardin devant ses yeux, je ne suis pas sûr que tout le monde est d'accord d'avoir des lacs qui se rehaussent de 1 mètre ou 1,50 mètre pour mettre en place des systèmes de groupage d'orbinage, ou alors l'entier des toits de son pays, ouverts de panneaux solaires. Ça nécessite un changement de mentalité, ou alors ça nécessite une réflexion plus générale, c'est peut-être là que je lance une perche, peut-être d'imaginer des projets qui pourraient être réalisés en coopération avec différents pays. Alors certes, nous avons du soleil en Suisse, mais peut-être pas autant que dans les déserts en Afrique, nous avons du vent, mais peut-être pas autant que dans les mers en Norvège, mais nous n'avons pas d'océan, et nous ne pouvons pas mettre en place des projets de biographie, ce qui pourrait être mis en place dans des pays qui connaissent les océans. Bref, c'est le moyen peut-être, comme l'a évoqué le troisième rapporteur, c'est peut-être le moyen d'imaginer une coopération entre les États pour mettre en place des projets concrets de la nationalité. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Roger Pinault, merci à tous. Merci beaucoup, Mr. Chairman. Je pense qu'il y a environ 15 minutes left pour le meeting, mais je ne vais pas prendre toutes ces 15 minutes. Je pense qu'il vous plaît. Je pense qu'il y a des débats, c'est devenu très obvious que tout le monde est concernant que l'économie d'économie d'économie peut-être à une increase de break-down en sécurité as people experience a reduction in their living standards, unemployment, and the inability to overlook themselves, ou thick, their family. It's, therefore, no wonder that the OSE takes the economy and the economic state of the area very seriously. The question is, Продолжение следует... 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 в рамках Холоминской ассоциации России, в виде рамок резолюции основного тематического, или в виде инициативы предоставлять дополнительные пункты. И помощь в этом деле, в виде выступления наших коллег, будет, конечно, ясно. Поэтому мне кажется, что вот эта надежда, она была довольно значна. Я хочу только поблагодарить народа Сибиря, на работу, которую мы еще предстоим сделаем. Я также хотел поблагодарить всех докладчиков, которые представились, доклады, соображения. Это было очень важно. Вы разрешите также поблагодарить наших коллег, которые успешно, активно, четко работают, и все это предназначено. Я хочу спросить, уважаемые коллеги, есть ли у вас какие-либо еще вопросы, которые вы хотели обсудить в конце наших заседания? Спасибо. Спасибо. Я хочу ответить, что нет. Мы не можем отказать женщине, пожалуйста. Спасибо. Предыдущий товарищ очень правильно сказал насчет научных исследований, которые могли бы использовать в странах ОБСЕ. Я думаю, было бы хорошо еще нам всем странам рассмотреть на торговый баланс. Если бы мы экспорт-день рассмотрели бы, это во много принесло бы нам пользу, потому что при глобализации и при общественном разделении труда, на сегодняшний день все страны всеми заниматься не могут. А это помогло бы для нас, для всех, в устранении дефицита торгового баланса. Это один из главных макроэкономических показателей платежного баланса для средства на каждой стране. Спасибо большое. Благодарю. Вот мы рассмотрели пункт седьмой, новые вопросы. Спасибо за раскрытие этого пункта. Уважаемые коллеги, заседание закрыто. Благодарю вас всем за участие. До новых встреч. Спасибо.